Кто как не врач может все рассказать об инфекционных заболеваниях. И сегодня у нас не просто врач, а главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Андреевна Саяпина. Здравствуйте, Елена Андреевна. Здравствуйте. Доброе утро. Очень рада видеть вас, Елена Андреевна. Вот мы у каждого гостя апельсинового утра выясняем, как же нужно начинать утро так, чтобы оно было максимально полезным. У вас, как у специалиста, конечно, хотим узнать, как нужно начать утро так, чтобы уберечь себя от различных недугов, в том числе и от микробов, от инфекций. Так. Каждое утро надо начинать с хорошего настроения. Вставать и говорить «Здравствуй, добрый день!» Ура! Солнышко! Здравствуй, утро. Здравствуй, утро. А если вот инфекция на пороге? Здравствуй, инфекция! Нет. Потом вы чистите зубки, умываетесь, пьете чаек. Желательно творожники, сырники, какую-то здоровую пищу. Возможно, чисто вымытые фрукты. С утра задают хорошее тонное настроение. И с улыбкой, и с хорошим настроением отправляйтесь на работу. О, как здорово! Вот чистота против микробов. Елена Андреевна, у меня, вот знаете, как у родителя двух детей, у папы двух детей, возникает вопрос. Я бы хотел, чтобы вы развенчали всё-таки для всех родителей мифы об инфекционной больнице. Потому что, главное, какой миф? Это то, что в инфекционку, не дай бог, да вы что, да там всю заразу на себя нацепляешь. Так ли это? Действительно ли все больные, все вместе? Или всё-таки? Давайте. Я постараюсь ответить на этот вопрос и помочь нашим телезрителям и больным, поступающим в инфекционную больницу. Те мифы, о которых вы говорите. Инфекционная больница представлена двумя блоками. Блоком А и блоком Б. Потоки больных с приёмного отделения разделяются. Больные с кишечной инфекцией, ну, будем говорить так, пищевая токсикоинфекция, кишечная инфекция, это разновидности одной группы, да, кишечных инфекций, поступают в блок А. И находятся… Дело в том, что кишечная инфекция не летает по воздуху. Это болезнь грязных рук, болезнь грязных овощей. Невозможно заразиться. Мы с вами находимся в одной палате, да? У вас сальмонелла, у меня какая-то другая кишечная палочка, да? Для того, чтобы я вас заразила, или вы меня, мы должны с вами быть полными неряхами. Это после того, как вы сходили, простите меня, в туалет, вы должны запачкать руки, этими невымытыми руками прикоснуться. Понятно. После меня вы должны сюда же и потом попасть в рот. Это фекально-оральный путь заражения через руки, предметы, через рот, только через рот. По воздуху… Не летает. Она не летает. Поэтому заразиться… Более того, если больной поступил с вирусной инфекцией ребёночек, он кладётся, госпитализируется в блок Б, совершенно другого крыла. Если это ветрянка, она лежит в отдельном боксе на первом этаже. Эти больные не контактируют между собой. И те, кто поступает в инфекционный стационар, прекрасно понимают, что в палате есть туалет и ванна. Там нет общих игровых комнат. Конечно, после капитального ремонта блока Б, там, можно сказать, идеальные условия сегодня для больных детей, особенно с вирусной инфекцией, для больных гепатитом. Блок А, ремонт, к сожалению, будет проводиться только в 2013-2014 году. И внешне больные, возможно, боятся там находиться. То есть зачастую вот это мнение об инфекционной больнице – это мнение об эстетическом виде внутри помещения. То есть нет ремонта, нет чего. Но это не значит, что врачи, профессионал неквалифицированный, там, ещё что-то, антисанитарейки. То есть не в этом дело. Дело именно в внешнем облике, да? Дело во внешнем виде. Конечно, больных пугает внешний вид наших вот… Как казематы, да? Да, да, этих палат. Врачи. Врачи в больнице находятся круглосуточно. В больнице работают в ургенках и в решении… Вот я прерву вас, потому что есть ещё один такой миф, Елена Андреевна, что в субботу-воскресенье вообще там делать нечего. Что вот ждите, врачи будут с понедельника, вам тогда выпишут лекарства, а до этого времени какую-то пилюльку сунут в рот, и в субботу-воскресенье там ребёнок, никто за ним не присматривает. Это так или не так? Нет. Нет, это не так. По скорой помощи больной поступает или самотёком, то есть может обратиться мама самостоятельно с папой, могут привезти ребёнка, сами прийти обратиться, то есть им не откажут там. Даже если у них не будет полиса, их примут, окажут помощь. Значит, больной из приёмного отделения, где круглосуточно дежурит врач, поступает в отделение. Каждый день с 4 часов до 4 работают врач стационара, на смену заступают 2 дежурных врача. Один врач по блоку Б, один врач по блоку А. Все дети до года осматриваются в обязательном порядке, все оставшиеся под наблюдением. В субботу-воскресенье точно так же оказывается помощь, точно так же идёт инфузионная терапия, стоят те же смены и те же врачи, которые придут в понедельник, в зависимости его смена или нет. Поэтому круглосуточно работает реанимация, ургентная лаборатория, рентген по показаниям работает, работает УЗИ. Спасибо, Елена. В общем, всё делается. Нечего наговаривать на нашу больницу инфекционную. Да. Вот знаете, просто обидно, потому что, ну, обидно, да, действительно, такой миф есть, я много лет это слышу, и как-то считаю, что там можно нацеплять всё. Я всегда говорю, это единственная больница, где вы ничего не нацепляете. Ничего. Потому что она так устроена режимно. Там нет общих коридоров, там нет общих… Потоки больных не встречаются раз с разными инфекциями. Елена Андреевна, а с полу что-нибудь поднять можешь, чтобы взять, поднять, вот так вот, и съесть? Тоже нельзя? В столовой всё нормально? У нас нет столовой. У нас нет столовой. Значит, пищеблок у нас один, и каждое отделение, раздатчицы называются они на таких специальных больших каталках, получают пищу, привозят в отделение, и по отделению разъезжают, и больные с палаты получают свою пищу. Нет у нас столовой, там они тоже не контактируют. Мы возвращаемся в нашу апельсиновую студию и переходим к беседе с гостей. Сегодня у нас Саяпина Елена Андреевна, главный врач Амурской областной инфекционной больницы. Мы говорим о болезнях, об инфекциях Елена Андреевна. Вот так ли на самом деле страшен чёрт, да, как в народе говорят, как его молюют? Действительно ли летом можно заразиться болезнями, заразами какими-то, да? И каким образом это должно произойти? Бытовым каким-то путём или как-то иначе? Вот Вы сказали, что воздушно-капельным не передаётся. Ну, мы говорили о разделе кишечных инфекций. То есть кроме кишечных инфекций ещё есть вирусные инфекции, то есть воздушно-капельные инфекции. Считается, что зимой больше всего простудных заболеваний, ну или там? Наверное. А вот о летом, да? О летом. Летом, к сожалению, на сегодняшний день вот ежедневная инфекционная больница принимает от 20 до 60 больных. Ну вот сейчас в среднем эта цифра варьирует 20-25 человек. Поступает в инфекционный стационар ежедневно. Но это низкий порог, да? Это низкий порог. Из них превалируют кишечные инфекции. Ну, тем не менее, поступает 5-6 ангин в день. Казалось бы, лето, тепло. Откуда они? Кондиционеры, да, наверное? Совершенно верно. Это кондиционеры, это перепады температур, то дождик, то жарко. Это питьё из холодильника, холодных напитков на разгорячённое. В том числе и мороженое, наверное, да? Мороженое и носительство. А вот когда мама ребёнка целует губки в щёчки, это то же самое, нет? Дело в том, что ротовая полость является самым большим источником инфекции. Именно рот, я бы сказала, как инфекционист, одно из самых грязных мест. И часто родители являются носителями стафилокока, стриптокока, условно-патогенной флоры. И нацеловывают своих детей, зацеловывают, сами передавая им, являясь сами источником заражения. Поэтому я хочу обратиться маме, целуйте своих детей в голову, в щёчки, но только не в рот. Вот постарайтесь избежать. Мой сынишка недавно приходит и говорит, что папа, а ты знаешь, оказывается, у собаки в пять раз чище рот, чем у человека. Я говорю, вот поэтому я и целую вас в попку с детства. Правильно. Ну и, колледж, мы же говорили о детях тогда, Елена Андреевна, тоже к родителям обратитесь, скажите, как защитить своего ребёнка, то есть прививать с детства то, что нужно мыть руки, что ещё, какие рекомендации? Что касается овощей, фруктов, например. Ну, во-первых, если в семье кто-то кашляет, чихает, болеет, пока урвы мы закончим, мы одеваем масочку. И как бы стараемся больного вирусной инфекции изолировать. Что касается кишечных инфекций, это мытьё рук, мытьё рук, мытьё рук, чтобы и овощей, и фруктов. Как обрабатываются овощи? Вот смотрите. Да, тут очень просто. Некоторые смыслы. Очень жаль, что нет яблока или апельсинового. Да пожалуйста. Вот апельсиновое овощи. Вот смотрите, у любого фрукта есть как бы череночек. Самое большое количество флоры собирается именно вот в этой зоне. То есть, её прямо надо вычищать? Её надо вырезать. А даже вырезать лучше. И выкидывать. И с этой стороны точно так же у яблока. Что такое арбуз? Это ягода большая. Это ягода большая. Вот сейчас, сентябрь, октябрь месяц, это будет самое время арбузов. Они должны поспеть. Что нужно сделать? Нужно элементарно арбуз помыть с мылом. С мылом. Можно с мылом. Можно с мылом. Который продаётся для именно мытия овощей? Можно ими пользоваться? Обычное мыло. Даже обычное мыло, да? Даже обычное мыло. Вы знаете, наши бабушки мылом как бы ели мыло в небольшом количестве для того, чтобы промыть. Ну вот, отбить. Ну, оно было немножко другое по составу. Меня беспокоит. А как же? Там же ведь щёлочь. Это не безопасно? Вы обильно потом смываете. Это лучше, чем ферри. Вот ферри вам нужно смыть 50 раз. А мыло хозяйственное 2 раза можно. И ничего не останется. Дело в том, что... Чем опасны арбузы, да? Сверху поливают... Для того, чтобы арбуз созрел, его удобряют натуральными удобрениями. Эти натуральные удобрения... Несут в себе массу. Несут в себе массу кишечных инфекций. Поэтому, когда вы просто обтёрли и разрезали, то всё, что у вас на ноже, попало вовнутрь. Всё внутри. Совершенно верно. И уже была передача на НТВ, я давала эти данные. Точно так же яблоки, точно так же бананы. А зачем мне банан мыть? Я же его чищу. Ну и мандарин. Или я его порезала вот так кусочками. Спасибо за ваши практические рекомендации. Они на лезвии ножа остаются и вовнутрь таки проникают. Более того, если мы говорим об арбузе, значит, арбузы... Чем опасны ещё арбузы? Ну, это тогда, когда они напичканы нитратами и нитритами. Здесь можно население предупредить. Требуйте сертификаты. Ну вот и наступило время подвести итоги нашего интерактивного голосования. И я вижу, что с небольшим отрывом Андрей и Арина победили. Мы ждём вас в субботу на площадке городского парка. И желаем вам удачи в выступлении в караоке-битве. Ну, а следующим же этапом нашей программы вновь станет беседа с гостьей. У нас сегодня Саяпина Елена Андреевна, главный врач Амурской областной инфекционной больницы. Мы говорим о кишечных заболеваниях, ну и не только, конечно. И вот уже заключительный вопрос в нашей беседе, Елена Андреевна. Если всё-таки у человека появились какие-то симптомы отравления, кишечной инфекции, что нужно делать в первую очередь, когда обращаться к врачам? Ну и можно ли самолечением заниматься в таких случаях? Ну, конечно, что люди взяли угольных таблеток, бам-бам-бам, наелись и думают, ну всё нормально, пару дней посижу в туалете. Так ли это всё? Или, может быть, всё-таки к врачам? Это очень опасно, потому что рвота, как и жидкий стул, может быть причиной острого живота, аппендицита, заболеваний поджелудочной железы. И очень важно вовремя увидеть симптоматику, чтобы ребёнок поступил вовремя, попал под наблюдение врача. Более того, существуют такие проблемы, как мамы занимаются самолечением. То есть пришли в аптеку, посоветовали, посмотрите, сегодня реклама, энтерофурил, энтерофурил. Это всего лишь пробиотик, и более того, это не лечение. Поэтому нужно вызывать или участкового, если вы не хотите вовремя, или госпитализироваться. Как правило, наше население любит до вечера, понаблюдаем за ребёночком, до пятницы. А там и до понедельника? До двух часов ночи. А потом они вспоминают. То есть ребёнок болеет уже три дня, два дня. Это называется поздняя госпитализация, отсроченная. Это опасно. Опасно в первую очередь, потому что вы можете пропустить острый живот, и лучше вам поступить в стационар, где вас посмотрят. Нужно вам пригласят хирурга, переведут. Но самолечением плохо занимаются. Сколько уже об этом говорят. Доверяйте врачам, доверяйте. Елена Андреевна, огромное вам спасибо, что вы пришли. Сегодня у нас в гостях была Саяпина Елена Андреевна, главный врач Амурской областной инфекционной больницы. Очень много полезного нам рассказала. Мы хотим вам пожелать поменьше больных, поменьше пациентов в вашей больнице. Вот есть там сколько там коечек? 200. Пусть на них будет одна десятая часть. Здесь 20 человек, так временно и то, что пришли вам пожелать здоровья, с вами пообщаться. Спасибо за ваш нелегкий труд и удачи в вашей работе.